ну что ребята всем привет привет из польши я в новой компании отдохнули так сказать начинаем движух погнали как говорится наши городских я недалеко от августова сегодня блин это очень вентиляция работает с 8 сейчас приду в себя немного после первой ночки и начну свой диалог как обычно да друзья мои погода как видите аля аля скандинавия и как не отпускает меня эти снега любви и так но сначала просто друзья мои кстати проверю я обывай матрас пропустим верховушку и пойдем итак а давно не виделись давно не снимал видосы да значит 40 километров до круга пойдем значит 6 6 6 6 декабря друзья мои я отдыхал до аж до 15 января не получилось у меня там пару рисков как я планировал сделать получилось так не получилось ну что ж поделать уехал я в беларусь и отдыхал беларуси кто кто знает у меня есть второй канал лайф и жизнь это семейный канал там тоже появились новые видео отчеты как я перестраиваю дом доставшийся по наследству от бабушки ну не моей а супруги вот приехал я из беларуси кстати ехали блин 13 часов стояли на границе 12 часов если раньше мы там стояли сколько там три-четыре часа нам это казалось очень много ну здесь 13 рекорды ставим прошлый раз когда возвращался из беларуси 12 часов отстоял а сейчас 13 ну нам еще как бы повезло я ехал двадцать седьмого те кто ехали чуть раньше перед рождеством католическим там вообще ребята попали в засаду по три даже по четыре дня стояли обратно я ехал обратно я ехал из барановичей границу прошел за три часа и то попал в такое время что пришло три автобуса вот а так саму белорусскую прошел наверно минут за двадцать и литовскую прошел за минут за 30 наверно остальное время все было ожидание на нейтральной полосе потому что я заехал в отстойник только оплатил проезд ну это там такая электронная типа регистрация только ее оплатил и сразу меня уже позвали к шлагбауму на шлагбаум за ехал один только был и заехал короче туда в зону к белорусам сразу тоже один я там был быстренько меня проверили проверить скорость и все проверить скорость что я проверять 80 здесь вот что второе сальчик пишет 70 ну сальчика дороги еще нету новой на айгошке у меня уже новой дороги стоит надо сальчик как-то обновить карту все как-то руки не доходят там это геморройно делать по сравнению с этим с айгошкой ну и стал там я на нейтральной полосе потом да два автобуса было из литвы на беларусь и один из беларуси на литву ну вот так что достаточно быстро значит три часа мне показались одним мигом но дороги в беларуси были хорошие а вот в литву заехал в Вильнюсе там вообще завал снегопад дороги не чищены все дела за каунусом вообще там черный лед короче ехал я долго и упорно не ядера все ехали так приехал в Ригу связался с не знаю как с боссом еще по дороге в Ригу с боссом связался он мне говорит что на понедельник пока нету возможно среда там четверг ну я просто написал ему что я долго ждать не буду я еду вообще-то работать и варианты то есть я бы пообещал что ну никуда не буду рыпаться вот и только типа буду от него ждать но извините ребята полтора месяца ждать и потом еще неделю ждать мне это не по приколу как-то поэтому поэтому но мне сразу написал окей я приехал начал вот когда написал окей сказал что типа во вторник среду выезд ну нормально я приехал начал по немножко вещи складывать встретились мы с ним он показал мне какие бумаги заполнять все дела вот что там еще было но потом в субботу говорит в пятницу какой-то коллега парковался мне с левой стороны тент ворвало там на парке ну типа надо в понедельник выехать ну там рядом буквально через забор сервис где тенты чинить и в понедельник я поехал выехать как обычно аля тополя у меня с правой стороны стоит коллега я не могу нормально выехать ну со скоростью да а передо мной там машины стоят надо было аккуратно выезжать аккуратно выезжаешь и соответственно блин встал во льду притащил тачку песка выехал починили мне тент я там машину оставил и пошел домой вот договорились что мне позвонят либо я приду чуть там без 15 и 20 ну я пришел без пол второго по-моему ну там недалеко от дома базы ну все в порядке забрал машину и поехал на парке кстати когда я топ зерги я топ зерги камера внимание камера когда выезжал думаю ёлки-палки сейчас буду вспоминать как Женька говорил после скандинавской сцепки вспоминал как парковаться задом на полуприцепе ну ничего страшного я там выехал еще на территории на территории базы я там остановился задом проехал метров 150 руки сами все вспомнили что там и как и потом уже в ангар там задом заезжал сразу подъехал и заехал никаких проблем нет ну и потом приехал на базу парканулся задом между машин вообще никаких проблем нет ну все вспомнилось это конечно не сцепка а это полуприцеп там все намного проще как я говорю в любую дырку могу залезть если там есть возможность залезть конечно а передо мной идет дружище скоростной режим мы сейчас едем в сторону в сторону Белостока скорость здесь 60 потом пойдем на Варшаву надеюсь на Варшаву пройти блин ну тут тоже же время у них на час вперед да мне Варшаву как бы надо пройти бы до 4 иначе засада там 4 до 8 попа ну короче и вчера хотел стартануть пораньше но у нас в Риге такой снегопад мама не горюй блин пробки кругом пока добрался до базы надо было там дела какие делать с вечера еще вот и опять та же фигня база не зачищена блин я выезжаю блин встал выезжаю опять песка насыпал выезжаю встал нафиг нафиг надо в следующий раз такая погода ставить машину прямо на выезд без всяких поворотов кто мне говорит надо здесь скорость набирать здесь горка я говорю какая это горка это блин смеха не горка блин горку нашли блин как и Андрюха говорит вот ну и поехал кстати Андрюха если сможешь меня приеть тебе Андрей это мой старый знакомый еще со времен блин что такое у меня камера криво стоит кто не хотела вылазить кто это который меня сосватал сюда говорит идти к нам идти к нам ну мне по условиям устраивать зарплату 90 а вот в день это во-первых во-вторых из Риги выезжаешь в Ригу приезжаешь напомню я еду на круги то есть я сейчас доеду до Германии а потом стану на круги в основном Германия Дания ну вот выехал и погнал в Инчукалнс грузиться деревом да дороги что к машине надо привыкать было конечно я никогда на Вольво не работал ко всему привыкать и меню другое ну ничего главное едет все в порядке загрузился дерево в Инчукалнсе с двух сторон там грузили 16 ремней и уголки пластиковые соответственно внизу коврики резиновые потому что груз уже готовый к сборке ну чтобы ремнями его не помять ну это правильно потому что я видел когда там грузили блин не надо было уголки и ребята не ставили уголки и конечно доски эти превращались в верхние части где ремень идет в гадость так скажем ну читайте с каждого палета по одной доске уже в брак вот что дальше пошел из Инчукалнса на Бауску по дороге на Бауске одна авария потом там новая дорога коллега ну и вот проезжал мимо него тоже пробку создал он не зашел на подъем его вниз потянуло и он уперся в бордюр ну правый бордюр а отбойник вот я так сразу себя вспомнил блин как это фиговаст когда такая фигня происходит а за Бауске до границы еще одна машина ну там уже полицейские там делали блин как это называется реверсионные движения легковуха ушла ну дай бог чтобы все хорошо да и вообще там еще в одном месте две фуры до Бауске столкнулись фура вернее не фура а маленький цешный грузовик ну двенадцатиметровый и фура а впереди походу там машина затормозила ну не знаю стояла ли легковая бус вернее стоял за ней стояла фура и ей взад не фура а грузовика ему взад уехала фура так что не алё такая была погодка вчера еще знаете уже все вечером в темноте вот в Литву заехал блин поначалу отличная погода дороги чищенные дороги как вот здесь и не было снега на полях ну вот что еще ну а потом уже за Каунасом тоже началось блин там это блин движение эти блин знаете камеры средней скорости не поймешь семьдесят или восемьдесят или девяносто стоит знак перекресток проезжаешь вроде можно ехать дальше а там блин опять блин семьдесят стоит Андрюк говорит да пофиг он несется как обычно восемьдесят пять ну и потом вошел в Польшу перед Польшей блин все блин заправки забиты так где я lat делся встать тамужной зоне там вообще ели протиснулся проехать машины как раз стоят не в елочку стоят а блин вдоль вдоль стоят и дань и причем стоят ээээээээээээээээээээээп в два ряда с одной стороны в два ряда с другой стороны Не, ну я понимаю, что ты там подъехал последний, ты и выйдешь последний, но как-то, знаете, не тот вариант, когда ты встал и, и, как бы, место для заднего побольше оставил, и тебе стартовать, а у тебя перед тобой этот, как его. Ну, сзади тебя потиснули, а передний не стартанул, короче, получается иногда такая фигня, как мой братишка говорит, что я так никогда не делаю после нафига, я оставляю себе место перед собой, а сзади уже пофиг, а здесь в дворе так, ну вот. Ладно, вошел в Польшу, со временем у меня уже беда, надо искать паркинг хотя бы, чтобы встать на 45 минут и вообще паркинг искать. У меня еще мобильник сел, вырубился, прикуритель, блин, сраный, белый. Блин, каждый раз говорю, не брать его с собой, беру и его вставляю, а он у меня там, в моей машине, у легковой, в принципе, как бы работает. Сори, замаз, не понажал. Ну что за фигня, блин. И замерзайка замерзла, как я, блин, буду ехать? Ну что, непорядок. Короче, доехал я почти до августова, встал на заправке, написал, включил мобильник, чтобы он, блин, начинал заряжаться, написал боссу, мне нужен паркинг. Ну, он говорил, если что, обращайся, я быстрее на эту паркинги. Он мне прислал там 5 паркингов в августово. Я быстренько завел, 3. Отстоял, у меня там оставалось уже 35 минут работы, вообще работы. И погнал. Вот первый паркинг, который вдоль дороги, там, главное, тут знаки стоят, что нельзя стоять, знаете, а все стоят. Ну, зима, а что делать? Паркинг, я заезжаю, один паркинг, он, как бы вам объяснить, полупустой, потому что он завален снегом. Ну, знакомая ситуация. Так будет же, я думаю, что и здесь, и так будет за Берлином, как в прошлом году. Ну, вот, ну, постоял, заехал, встал. Вот, 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 постоял, сегодня проснулся. Закончил я вчера работу в час 20 в Мариге. Так, вы, сейчас 20 в Мариге, значит, здесь, ну, а здесь меньше. Правильно, правильно, здесь 0,20. Да, все, отлично, когда я, что-то я наоборот подумал. Вот, здесь раньше время, чем, ну, типа здесь больше. Нет, 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 здесь на час назад. Это хорошо, тогда я до 4 успею в Варшаву пройти. Ну, и в итоге, кстати, вчера у меня получилось отработать 14 часов 45 минут. Стартанул так нормально, да. И 9 часов. А, кстати, я даже не помню, сколько я вчера отработал. Вождение. 9,08 вождение, да. То есть, вчера и пятнашку. Открыл. И десяточку одну открыл. Как говорится, с почином. Ну, ладно, а сейчас мы идем, друзья, мы на Белосток. Потом что-то вспомню по поводу компании. Расскажу. Ну, а сейчас, let's go ahead. Go ahead. Открыл и десяточку одну открыл. Итак, продолжаем наш путь. 80 километров. Чуть меньше, до Варшавы. По дороге с выезда, по выезду с Белостока. Проверочка была у меня, ребята. Ну, как, проверили мои личные документы. Водительская. ID. Документы на машину и прицеп. Техпасбург. В принципе, рецензию не брали, ничего не брали. И грузовые документы. Ну, все в порядке. Там буквально 10. Даже меньше минуты. Проверили. Стофографа ничего не снимали. Разобрался я еще в одной ручке. И функция, я думаю, где-то... Вот круизник, если есть, то значит, должен быть где-то настройка круизника. Правильно? По логике. Ну, типа, там, плюс пару километров, минус пару километров. Нашел вот эту ручку, где летарда. Первое положение, это как раз установка. Ну, адаптивного круиза, который здесь нету, ну, чувак. Он особенно зимой, знаете, и не нужен. Вот, походу, я джустона забыл дома. Вот. Это одно. Полотенце банное забыл дома. Вот сборщик. Как Наташи нету, так, блин, собраться трудно. Ну, ладно. Не привык. Я всегда Наташа-то собирала стопочку, я все складывал, а сейчас сам. Помыл стеклышки. Хорошо хоть оттаяло это самое, как это называется, блин, жидкость. Омывай. Продолжайте ехать по дороге 13 километров. Пипец был. Кофеварка почему-то не работает здесь, хотя должна работать. Не тянет, что ли, или что-то случилось. Кручил мультиварку. Ну, я рисоварку сейчас купил. У меня была мультиварка. Какой-то дельман или как-то, ну, хорошая. Крышка там сломалась. Да, ну, слишком много функций. Мне, блин, не надо, сварить надо и подогреть. Рисоварку купил я в Голландии. Летом 20 евро стоит. Ну, полулитровая. Вот сейчас курицу забросил, варится. Причем рисоварка и чайник одновременно мне работали. ничего не вырубали. Не вырубал. Не, инвертор стоит. Я поставил инвертор. Вот сейчас варю курицу. Добавил там всякую фигню, всякие приправки. на следующем паркинг-плейсе. Надо покушать курочки. А то набрал, еды набрал. Офигеть! Честно говоря, даже места нет. Оставил дома пельмени бабушка дала свои. Но я оставил дочке. Какая вот хозяйство? Еще так прикладываюсь. Блин, как бы и места много. Но уже полное все. Холодильник какой-то. Не могу понять, он морозит или не морозит. морозит или морозит. Как правильно. Вот. Теперь у меня и другая задача. У меня же, блин, голландская симка интернета отключилась, потому что, наверное, долго не был в Голландии. Шведская тоже. У меня сейчас только мой интернет. Поэтому у меня засада с интернетом будет 25 гигов. У меня есть по Латвии, но для меня это, знаете, тем у меня меньше и хуже качество видео забрасывать. Так обычно я 4-6 гигов забрасываю. Или поменьше забрасывать придется. Даже если по 4 гига, это, блин, 5 видосов заброшу за месяц и все. Надо будет искать какие-то пути. Если бы зашел бы в Голландию, то нет проблем. Сразу бы, блин, 30 евро бросил и безлимитный интернет получил бы. А так думать надо. Какие идеи есть у вас были. Где надо быть? Или в Польше надо было бы покупать? А через Польшу опять ездить не бы. Хотя, он бы действительно польский какой-то купить. Интернет. Типа лайка, польская. Надо подумать. Где-нибудь в мостках заскочить. У меня сейчас по плану Варшава, потом 558 километров нету заправки прислал Игорь. Игорь, это босс наш. Фирма, кстати, небольшая, по-моему, 5 машин всего лишь. Или 6. Не, 5, по-моему. 3 на кругах включая меня. А 2, по-моему, на Россию ходят. Ну, еще толком не знаю, потом расскажу, разберусь. Самое прикольное тоже, сколько хочу, столько работаю. Заранее говоришь, Игорь, он возвращает на родину. И все. Если хорошо было бы, сел на паром и поехал. Чем, блин, из Германии, через Польшу, Литву, Латвию. Летом-то нормально, а зимой не голос, я вам скажу, конечно. сегодня я вряд ли доеду до мойки. у тебя, Андрюха, когда ты до Москвы доедешь, помоешься сегодня. С чего он взял, что я сегодня доеду? я уже три часа отработал, шесть часов я еще могу ехать. это вообще, блин, ну сколько, даже если по 80, 480, то мне 555. Ну, может быть, она раньше заправка, фигула, мойка. Машину как бы помыть надо бы. Грязь летит. Через 5 километров используйте фейс направо. Так что вот так, друзья мои, ларится моя курочка, ножки, пусть ларится, потом заброшу туда бельмешельки, картошку я не покупал в Риге, там нету такой типа уже отварной, знаете, такой, который я покупаю сюда. Я покупал в Финляндии, в Швеции. Хорошая такая упаковочка. Нормальная. Суп. В туалете не забыл эти документы свои. Я помню, один раз пошел в туалет, лежит, блин, кошелек с документами. Я взял, а вот, чудак идет, с такими глазами ошелевший, я говорю, вы документы ищите? Он говорит, да, я ему отдал. Говорю, ой, ой, спасибо, спасибо. Кто говорит, вообще труботел, я говорю, что, нет проблем, говорю, если бы я вас не встретил, ну, отнес бы этот, парчик. Что-то показывает, мне 70 здесь, блин, здесь 80, можно ехать. Да, точно, я там, дружка, вот если бы я еще надо был адаптивный, было бы вообще здорово, может быть, он есть здесь, никто его знает. Нет, блин. Буду еще разбираться с меня. Я не люблю, когда что-то есть такое, о чем я не знаю. Ну ладно, друзья мои, едем, едем в Варшаву. Я думаю, сейчас, сейчас у нас не в пол-второго, или сейчас будет пол-третьего, я думаю, Варшаву я проскачу нормально, до четырех. Все, погнали. Через 200 метров езжите на автостраде. Варшава. Да, да. Варшава. 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 так друзья мои добрый вечер когда привет привет так друзья мои добрый вечер еще раз время время у нас 20 46 закончили мы работу сегодня много не отработал потому что впереди у меня заправка а также мойка чтобы время не тратить и за 1 с утра стану и том зависимости от погоды посмотрим поеду на мойку ли не поеду сейчас погода чуть-чуть испортилась принципе просто и дальше эту на мойку будет ли там паркинг не будет там паркинг следующий паркинг еще дальше на заправке будет паркинг не будет паркинг не хочу повтора вчерашнего дня 14 45 отработал ну как сказать игорю сказал начальник он ведь да не не надо остановись там до не доезжая потом заправишься завтра спокойно и поедешь выгрузка у меня назначен на пятницу 8 утра по местному то есть 9 по риге да и время 20 46 я сказал это рижское время мест на 19 46 паркинги уже заполняются там следующий паркинг очень далековато пока мне показывает конечно должен как-то странно показывает не знаю почему надо настройки поставить чтобы показывать там паркинг еще 80 километров потом подъезжая к этому месту мне показывают паркинг то решил сегодня как бы немножко расслабиться и чтобы не брать не десятку вторую и не раскрывать пятнашку оставить их на четверг пятницу субботу то есть следующие три дня я поработаю по максимуму потому что я думаю что пятницу я загружусь как по максимуму завтра как получится потому что завтра у меня мойка заправка надо еще в магазин сгонять крону купить батарейку проверить у предохранителя хочу посмотреть почему зеркало не двигается лень так проверять у меня там крона еле еле работает поставлю на свой тестов проверю слава богу говорю что это не замерзайка разморозилась и начала поливать мне окна это классно осталось только зеркалами разобраться все будут такие что еще ну да сказал что в пятницу по видимо погрузка на данью тогда помчусь на данью и поскольку я начал сейчас работы только то есть у меня это двадцать четверку я сделаю по максимуму иду сторону даньи суббота ну а там посмотрим я уже забыл сколько там да да не то было мы на материк или на путин гарден пойду посмотрим еще ничего не знаю это я так примерно андрюша у меня друг уже швейцарии сегодня зашел швейцарию там на пересылке стоит завтра будет выгружаться может быть мы с ним где-то спотыкнемся хотя мы должны спотыкнуться ему должен лицензию по-любому передать ну и посетим как-нибудь чайка попьем вспомним былое вот ну что еще в работу же влился можно сказать но полностью как я говорю сюда вливаюсь я после первой погрузки и первой выгрузки он часто загрузился выгружусь и все можно сказать я уже в работе как это в своей стихии европа будь она не ладно конечно но это не не сцепка и не швеция не филе но ребятам вахали желаю успеха удачи чтобы не все было хорошо там сейчас сурово лёша пишет минус 30 мама не горюй денис тоже красоты норвегии снимает денис лёша сквозь меня привет и вообще ребята сахала кто меня смотрит приветали олежа привет олег звонил мне когда я как раз был белоруссии желал всего хорошего олега я тебе тоже желаю всего хорошего заходи пиши в комментарии будем общаться ну ладно ребята на этом как обычно все заканчиваю видео такое полусумбурное может этот что-то лишнее наговорил ну я говорю я же снимаю лайфстайл то есть то что думают и говорю поэтому как и многие мои подписчики меня не смотрят меня они просто слушают как ну как как аудиокнигу аудио рассказывать ну ладно всем добра всем удачи как обычно берегите себя своих родных и близких и все будет чики-пуки пока